Теперь давайте перейдем к вопросам. Блок перекрывается коллагеновой мембраной или нет? Мы анализировали источники, достаточно большое количество, и пришли к выводу, что все врачи поделились принципиально на две группы. Поскольку точных данных почему не было, мы сделали выводы самостоятельно, если вы позволите мне так сказать. Если лоскут расщепленный попадает в зону контакта с индивидуальным имплантатом, то его перекрывать мембраной нужно всегда. Потому что при таком случае у нас будет образовываться в этой зоне соединительная ткань. Это будет способствовать образованию свечей и прочих осложнений. Поэтому если при мобилизации ткани получается, что у нас есть расщепленные участки слизистой надкосничного лоскута, и они напрямую контактируют с блоком, мембрана ставится всегда. Во всех остальных случаях мы считаем, что это излишний дополнительный барьер. А поскольку по протоколу мы дополнительно готовим костный имплантат, мы смазываем его деминерализованным порошком, с живыми клетками и так далее и тому подобное, то есть пытаясь работать с надкосницей дополнительно, используя ее регенераторные потенциалы, то использование мембраны абсолютно бессмысленно. Можно просветить по поводу стоимости блока. Как продукт торговой марки Leoplast, поскольку это является своего рода какая-то квинтэссенция, эти блоки представлены в разделе продукции, их можно найти по индивидуальным костным блокам. Стоимость такого индивидуального имплантата составляет на сегодня 40 тысяч, он включает все этапы, доставку, стерилизацию индивидуальную и так далее, моделировку, изготовление, все этапы. По протоколу подразумевается использование деминерализованного костного порошка, компактной кости, который приобретается дополнительно. В принципе, это все расходы на операцию. Вот есть страницы, есть презентация целая, из чего, из кого это изготовлено, кто в этом принимал участие, документы, всякие разрешительные, патенты. Это все в доступе, вы можете посмотреть. Тут вся есть этапность, из чего что, какие дополнительные компоненты и так далее. На чем я хотел бы также остановиться. Никаких дополнительных, уже в продолжении этого вопроса, никаких разрешительных документов нам нет необходимости получать, потому что по федеральному закону об охране здоровья граждан все индивидуальные изделия, то есть все изделия изготовлены по индивидуальным антропометрическим показателям, регистрации не подразумевают. Подразумевает регистрация только материал из которого они изготовлены. А материал, из которого они изготовлены, это леопласт. Это тот же материал, который получается по той же технологии, а на него все разрешительные документы давно получены. Есть письмо из Роснравнадзора, которое вы можете также прочитать. Вот еще на каком этапе я хотел бы остановиться. По поводу документов и вообще использования индивидуальных имплантатов, и аллогенных материалов и так далее и тому подобное. Есть информированное добровольное согласие пациента. Вот это конкретно согласие по индивидуальным имплантатам. Оно включает в себя согласие по хирургии и так далее и тому подобное. Вы это все без меня прочитаете и наверняка используете в клиниках. Я хотел бы остановиться вот на каком этапе. Вот на этом. Это страница номер 10. 10 и 11. Здесь коротко, доступным языком для пациентов, очень лаконично и понятно, написано, почему мы используем в конкретной операции аллогенные материалы. И чем они лучше, чем все остальное, что мы можем предложить пациенту. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы или у пациентов, а что это, из чего это, кто там доноры, как это, а не заразны ли это, ну и вот это вот все прочее, что мы слушали на протяжении почти 10 лет, есть на это очень хороший подготовленный ответ. И вы можете это тоже информированное согласие скачать и себе использовать. Насколько заглубляете имплантаты в блок? Ну, поскольку на этапе опыта постановки имплантатов одномоментно с блоком не было у нас, потому что ожидается усадка, то есть питания, блоку-то не хватает. Что там говорить про имплантаты? Поэтому я думаю и уверен, почему мы не беремся за это, и врачи с кем мы работаем тоже так не делают, потому что будет просто усадка на этапе имплантатов, за которые мы будем в дальнейшем бороться. Чтобы этого не делать, мы не ставим одномоментно имплантаты с блоком и не фиксируем блок имплантатами и так далее. На этапе установки имплантатов, как видно было по картинкам, они ставятся чуть субкристально, чтобы если у нас и будет какая-то небольшая усадка на этапе имплантатов, мы ее могли компенсировать. Противопоказания на самом деле, они есть. Первое противопоказание, которое в принципе отметает возможность использования данной технологии, это плохая рентгеноконтрастность на этапе подготовки, то есть обработки еще файла. То есть если мы файл не видим, мы не берем в работу этот случай, к сожалению. Может быть это не совсем честно по отношению к пациенту, но допустить случаев, когда доктор будет моделировать блок вручную в кабинете врача, мы также не можем. Поскольку изготовление индивидуальной технологии подразумевает все-таки ее полноценное, и как бы это конечно. Значит, насколько прогнозируема усадка блока? Усадка блока прогнозируема. Поскольку, исходя опять же из принципов фенотипического планирования, конечная величина и профиль альверного отроста, она сугубо индивидуальна и складывается из совокупности факторов вот этого фенотипического планирования, мы, учитывая позиции зубов, вернее, учитывая объем костной ткани, в позициях зубов, которые есть, там, встречных или с другой стороны, там, в противоположном сегменте, стараемся не моделить больше, чем надо. Мы закладываем усадку 7%. В принципе, на эту величину мы сегодня и выходим, там, 7-7,5, до 10. Результат такой складывается из следующих факторов. Первое, это тщательный отбор пациента. Второе, четкое планирование. Третье, это фармакотерапевтическая методика, фармакотерапевтическое сопровождение пациента. И четвертое, это, конечно же, хирургический протокол установки, протокол хирургического лечения и ведения последующего пациента. Бывают ситуации, когда у нас, у кого-то из коллег, эти блоки открываются на ранних этапах, тех, кого мы имеем возможность, мы, конечно же, перешиваем, сохраняя эти имплантаты. Но потери также случаются. Мы не беремся за какие-то амбициозные проекты, потому что нам тоже хочется, чтобы у всех все получалось. И у нас в том числе, как у полноценных равных участников данного процесса. Поэтому усадка блока, прогнозируем, она все равно произойдет. Просто это будет на индивидуальную физиологическую величину. Если вы можете на нее, на этапе планирования, как бы правильно выйти, тогда вы не будете избыточно напрягать организм пациента на этапе заживления и моделировать какой-то чересчур большой блок или странной формы, или противоречивая физическим принципам, принципам биофизики. Так, какое лекарственное сопровождение? Мы возвращаемся на сайт Леопласт. По индивидуальным блокам хотел бы в заключение обратить ваше внимание на следующие два момента. Научная работа по этому направлению ведется не только в Самаре, в Санкт-Петербурге, но и есть доктор Сергей Владимирович Попов под руководством Алексея Юрьевича Дробышева ведет научную работу по использованию индивидуальных имплантатов. И вот уже вышла у нас первая статья в этом году, даже в прошлом году еще, последний это выпуск. Вы можете с ней также ознакомиться, почитать. Она, конечно, носит пока более общий обзорный характер, но раскрывает суть методики. Методика, которой работают наши коллеги, несколько отличная от предложенного официального протокола, но поскольку это научная деятельность, нам тоже это очень интересно, в каких диапазонах будут работать вот эти регенераторные потенциалы. Теперь по лекарственному сопровождению. Мы идем в раздел патенты. У нас в этом году вышел патент. Способ медикаментозной поддержки пациентов при выполнении коснопластических операций. Мы используем предварительно, до операции, комбинацию сосудистых препаратов. Трентала, сактовигина. У всех коллег, у кого будут дополнительные вопросы, а почему, что там, всякие, то, что там, бессистемно они не работают и прочее. Я готов и с радостью, с огромной, отвечу в индивидуальном порядке или посвящу этому просто отдельный семинар. Мы соберем все патенты по леопласту, которые свежие. Их отдельно все представим. Мы применяем комбинацию препаратов за неделю до операции, чтобы в момент операции при травме все потенциалы, то есть у нас активно росли сосуды, у нас кровь свертывалась быстро, у нас была достаточная концентрация различных факторов, из которых строятся сосуды, то есть строительные материалы для сосудов. А как результат, костный имплантат, который был установлен в интересующую нашу область, он активно прорастал сосудами со стороны надкостницы, со стороны принимающего ложа. Эти препараты применяются 3 недели после операции и потом отменяются, потому что нам они в принципе уже дальше не нужны. Спустя 3 недели после операции образуются уже остеобласты, первые такие уже, часть из них созревает, и активно синтезируя матрикс вокруг себя, во все стороны, он параллельно минерализуется. Поэтому на данном этапе мы назначаем им препарат остеогенон, который содержит и органический компонент, то есть белок осин, и гидроксиапатит кальция, пятиводный в биологически активной форме. И на этом этапе у нас минерализация матрикса проходит более активно, и формирование костной ткани становится более качественным, то есть она более плотная, более высокой минерализации межклеточного вещества. Все остальные назначения, то есть это антибактериальную терапию, мы используем в течение 7 дней после операции, чаще всего это препараты последнего поколения, это макролиды, клоцит-Сипи, например, это ретардные таблетки по 500 мг, принимаются 1 раз в день, 7 дней. У пациентов, у кого выраженные будут какие-то отеки, аллергические реакции, им назначается зертек или другие стабилизаторы точных клеток. Ксизал, эриус, ну и там, читайте дальше, в общем, вариант масса. Значит, пациентам при болях, выраженных после операционного периода, назначаются селективные блокадры циклоксигеназы, это не месулит, ну, целикаксипредка, наверное, это мелоксикам, лорноксикам и вот этот весь ряд полностью, который, в принципе, является селективным блокатором и не влияет на желудочно-кишечный тракт. Все остальное, ну, мы рекомендуем пациенту использовать терапевтический лазер на этапах заживления, поскольку он улучшает воскулиризацию мягких тканей, если это возможно. Был в свое время гель с хлоргексидином, к сожалению, его нет, он не выпускается, и заменить его, в общем-то, нечем, поскольку салкосерил, конечно, его не заменяют, он содержит только гемодиализат или гемодереват крови молочных телят, нам он совершенно бесполезен. Рецепиентная кость пенетрируется обязательно, рецепиентная кость готовится в три этапа. Блок не припинивают, а прикручивают винтами в конкретных зонах, и эти зоны мы определяем еще на этапе, когда мы фиксируем блок. То есть мы блок в сухом виде приложили, убедились, что он подходит именно под эту область, там нет никаких, нет, да, дисбаланса или суперконтактов, и через него, прямо через сухой блок мы сверлим отверстие. Я думаю, что мы проведем на эту тему просто отдельный вебинар. Покажу вам, чему он будет посвящен. Мы разработали для всех методик костной пластики, которые отражены в таблице Леопласт. Следующую логичную таблицу, которая включала бы протокол операций, там набор инструментов, которые надо, все перечисленные препараты Леопласт, которые могут использоваться в данном случае, требования к материалу, различные дополнительные манипуляции, механизмы регенерации, результаты, которые мы получим, если ничего не добавлять, какие-то рекомендации для практикующего врача, вот эти сопряженные факторы фенотипического планирования, возможно, используемые материалы других групп. Вот, если вы будете не против, я бы вот чему-то такому посвятил следующий вебинар. Рецепиантная кость готовится отдельно, есть подробный протокол, это входит в патент хирургической методики. Есть еще, это не единственный патент по данной пластике, способ пластики альвеарного отростка. Ну, здесь тоже на общем уровне все описано. Тем, кому это будет интересно, я с удовольствием подробности все предоставлю. Я думаю, что при достаточном, Аркадий, вот отвечая на ваш вопрос про имплантаты, я думаю, что при формировании хорошего объема косной ткани и мягких тканей установить, в принципе, туда будет возможно любые имплантаты, которые, как бы, жизнеспособны и имеет смысл устанавливать. Как получить подробную развернутую программу лекарственного сопровождения? Первая, она есть, конечно же, на сайте, посвященном российским костным блокам. Как получить, друзья? Значит, уточните, с какого периода назначается остеогенон. Остеогенон назначается в день, обычно это связано со снятием швов, в день отмены сосудистых препаратов, трентала и актовигина. И с этого дня пациент может принимать остеогенон до двух месяцев, по одной таблетке два раза в день. Уважаемые коллеги, я благодарю, что сегодняшние полтора часа вы потратили на нашу встречу. Надеюсь, она для вас была полезной, ну или как минимум не вредной. Я постарался осветить то, что было возможно за полтора часа. Надеюсь, что у вас тоже будет расти интерес к данной технологии. Ну и все детали постараюсь раскрыть как-то в последующих наших встречах и вебинарах. Поэтому желаю всем отличного дня и настроения, всем отличной клинической практики. Будьте здоровы и всего вам хорошего. До свидания.